После победы Дональда Трампа на выборах в США, российский фондовый рынок значительно вырос. В этом видео мы расскажем, какие акции могут удвоить, а то и утроить ваши вложения, когда Трамп станет президентом. Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. Итак, в первой половине ноября состоялись долгожданные выборы президента Соединенных Штатов Америки, по итогам которых победителем стал Дональд Трамп. Данное событие принесло на российский рынок ощутимый позитив, и многие акции начали активно переоцениваться рынком в пользу роста. Причиной тому возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, вероятность которого, по мнению российских инвесторов, значительно выросла с возвращением Трампа на пост президента Соединенных Штатов. В сегодняшнем видео мы попробуем разобраться с тем, какие акции в случае реализации сценария с завершением СВО и улучшением экономических связей с Западом могут получить значительную выгоду и принести инвесторам существенную прибыль. Открывают наш список бумаги регулярно упоминаемого нами крупнейшего финансового учреждения страны компании Сбер. Сбер зарекомендовал себя в качестве одного из самых надежных игроков на российском фондовом рынке, демонстрируя стабильность и поступательный рост бизнеса, совместно с выплатой щедрых дивидендов на протяжении многих лет. Безусловно, Сбер не является прямым бенефициаром потенциального перемирия, однако некоторые из его возможных последствий могут весьма неплохо посодействовать как росту бизнеса и улучшению показателей финансового гиганта, так и росту котировок его акций. При появлении значимого новостного позитива и первых реальных признаков урегулирования конфликта, Сбер как локомотив рынка станет одной из тех бумаг, которые будут двигать индексы вверх. Котировки финансового холдинга в подобных обстоятельствах вполне могут уйти выше 300 рублей за акцию. Не забываем мы про возможность упрощения международных платежей, что в свою очередь позитивно скажется на финансовых и операционных показателях группы. Сохраняем позитивный взгляд на перспективы Сбера и считаем, что возможное перемирие может дать дополнительный толчок как к развитию самого бизнеса, так и к активному росту котировок акций финансового гиганта. Газпром. На сегодняшний день компания Газпром по-прежнему остается одной из крупнейших российских компаний и по совместительству крупнейшим производителям и экспортерам природного газа. Показатели газового гиганта ощутимо пострадали от сложившейся макроэкономической и геополитической ситуации, и мы, в свою очередь, вот уже несколько лет наблюдаем картину, в которой котировки Газпрома находятся под сильным давлением целого ряда неблагоприятных факторов. Тем не менее, следует отметить, что в последнее время компания начала активно работать над восстановлением ключевых финансовых и операционных показателей. Из недавнего позитива можно отметить, что в сентябре Китай нарастил поставки природного газа на 20%, что стало новым максимумом для соответствующего месяца. Поставки трубопроводного газа в Китае в годовом выражении выросли прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта компании Газпром по газопроводу «Сила Сибири» по запросу китайской стороны. Детальная страновая разбивка поставок появится позднее. Пожалуй, очевиден тот факт, что возможность перемирия и улучшения экономических отношений между Россией и странами Запада может принести Газпрому значительные выгоды в лице возможности наращивания поставок на высокомаржинальные европейские рынки. При благоприятном стечении обстоятельств именно Газпром может стать одним из ключевых бенефициаров у регулирования конфликта, а котировки акций газового гиганта могут наконец развернуть утомительный нисходящий тренд. Кстати, друзья, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Основной канал кэшфлоу «Ваш денежный поток» посвящен фундаментальному анализу. Там мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Там есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. И второй наш канал с сигналами, где мы торгуем на ежедневной основе. На этой неделе мы показали отличную прибыль. Акции ТКС, Магнит, Татнефть – каждая принесла нам более 8% прибыли. Проверьте все сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наши каналы, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Ссылки на все наши каналы оставим в описании. Аэрофлот На текущий момент Аэрофлот является крупнейшим авиаперевозчиком в России, занимая лидирующие позиции на рынке авиаперевозок вот уже долгие годы. Совсем недавно компания поделилась операционными результатами по итогам октября и первых 10 месяцев текущего 2024 года. В октябре Аэрофлот перевез 4 миллиона 770 тысяч пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. За 10 месяцев показатель пассажиропотока достиг 47 миллионов 290 тысяч человек, продемонстрировав рост на 18,2%. На внутренних линиях за 10 месяцев было перевезено 36,5 миллионов пассажиров, что говорит о росте на 13,7%. А на международных рейсах 10 миллионов 720 тысяч, что указывает на повышение аж на 36,9%. Операционный отчет компании в свою очередь открыто подтверждает позитивные тенденции, наблюдаемые в течение года. Ни для кого не секрет, что введение санкций и закрытия границ нанесли серьезный удар по деятельности Аэрофлота, значительно сократив пассажиропоток и ограничив доступ к международным маршрутам. Компания столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые негативно отразились на ее финансовых показателях и операционной деятельности. Однако в случае нормализации авиационного сообщения между Россией и западными странами Аэрофлот имеет огромный потенциал для восстановления утраченной части бизнеса и дальнейшего роста ключевых метрик компании. Далее Сегежа Круп. Один из постоянных участников нашего топа худших акций, но с приходом Трампа к власти даже у этой компании появляется потенциал для существенного роста. Сегежа представляет собой вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг, который входит в состав группы компании АФК-система. Компания занимается полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В холдинг входят российские и европейские предприятия, специализирующиеся на производстве разнообразных видов древесной продукции. Отметим сразу, что в отличие от рассмотренных ранее компаний, мы считаем, что с учетом текущих проблем Сегежа, инвестирование в акции лесопромышленного гиганта сопряжено со значительными рисками, трезво оценить которые способны только опытные инвесторы. Последние годы компания переживает далеко не самые простые времена, и одним из ключевых вызовов для Сегежа, безусловно, стало введение огромного количества санкций и запретов, из-за которых лесопромышленный холдинг теряет значительную часть потенциальных доходов, не имея возможности в полной мере реализовывать свою продукцию на высокомаржинальных европейских рынках. Безусловно, налаживание экономических взаимоотношений и хотя бы частичное снятие санкций могут значительно улучшить положение Сегежа. Однако важно помнить, что с учетом глубины проблем, с которыми на текущем этапе сталкивается компания, акции лесопромышленного гиганта, на наш взгляд, могут быть рассмотрены только в спекулятивных интересах. Позитивные новости в направлении урегулирования конфликта наверняка придадут акциям компании значительный импульс, на котором опытные инвесторы смогут заработать хорошую прибыль. Однако инвестиционный кейс Сегежа, даже при благоприятном стечении обстоятельств, вероятно, также будет находиться под вопросом, так как проблем у компании очень много. Друзья, если вам такой формат видео нравится, то давайте вместе с вами общими усилиями наберем рекордные 3000 лайков, и мы сделаем вторую часть акций, которые могут взлететь при Трампе. На очереди еще одна компания, дела которой в текущих реалиях не слишком хороши, но которая, в свою очередь, может получить значительную выгоду от перемирия. Это СПБ-биржа. До всем известных событий 2022 года компания специализировалась на торговле иностранными ценными бумагами, которые до этих пор пользовались у российских инвесторов существенным спросом и приносили Санкт-Петербургской бирже хорошие доходы. После того, как межстрановое взаимодействие в этом вопросе прекратилось и было введено множество запретов, блокировок и санкций, дела у биржи, очевидно, пошли далеко не в гору. Сейчас котировки компании продолжают топтаться в районе минимумов, не демонстрируя явных признаков полноценного разворота, на что, как мы уже успели убедиться, есть свои причины. Тем не менее, в случае снятия хотя бы части запретов и блокировок или хотя бы появления позитивных новостей в этом направлении, котировки финансового холдинга могут получить значительный импульс к росту, который с учетом высокой волатильности бумаги вполне может принести спекулянтам 30-50, а то и 100% прибыли. Однако очень важно помнить, что данная бумага с учетом текущих вводных также является очень рискованной идеей, и мы в свою очередь рекомендуем начинающим инвесторам обходить подобные кейсы стороной, дабы не подвергать свой портфель излишнему риску. В случае перемирия котировки СПБ биржи, вероятно, получат мощный импульс, однако дальнейшие перспективы и восстановление бизнеса компании будет зависеть от грамотности и дальновидности решений менеджмента. Перейдем к более понятным историям. Новотек – это крупнейшая частная российская газовая компания, которая занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа и специализируется на производстве и реализации СПГ. Нынешняя санкционная политика продолжает оказывать на компанию значительное давление, на фоне чего акции компании демонстрируют преимущественно нисходящую динамику уже более года. Тем не менее, важно отметить, что опираясь на результаты последних отчетов, Новотек сохраняет устойчивость бизнеса даже в условиях санкционных потрясений, что, безусловно, характеризует компанию с хорошей стороны. Отметим, что говорить о полном снятии санкций и ограничений с компанией даже в случае перемирия и улучшения экономических взаимоотношений со странами Запада, увы, не приходится. Полномасштабная реализация проектов и планов Новотека невыгодна прежде всего Соединенным Штатам, которые даже при Трампе продолжат оказывать давление на производство и экспорт СПГ из нашей страны. Тем не менее, снятие хотя бы даже части санкций может оказать ощутимый положительный эффект на показатели и дальнейшие перспективы развития Новотека. А котировки газового гиганта могут продемонстрировать значительный рост на предметных новостях о возможном перемирии. Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании и считаем, что даже в условиях сохранения санкционных ограничений со временем, Новотек сможет адаптироваться к игре по новым правилам и выйдет из затяжного боковика в районе многолетних минимумов. Также стоит рассмотреть акции Алроса. Алроса является одним из мировых лидеров в алмазодобывающей отрасли, занимая лидирующие позиции по объему добычи алмазов и охватывая все этапы работы с алмазным сырьем от разведки месторождений до обработки и продажи конечной продукции. Последние годы компания столкнулась с серьезными трудностями, такими как прежде всего снижение спроса на алмазы на мировом рынке и усиление санкционных ограничений, что значительно затруднило реализацию продукции, что также подтверждают и данные последних отчетов. В случае, если перемирие состоится и с компанией снимут хотя бы часть ограничений, Алроса сможет по меньшей мере частично вернуть высокомаржинальные европейские рынки под свой контроль и сгладить эффект от низкого общемирового спроса на алмазную продукцию. Мы, в свою очередь, сохраняем осторожный взгляд на перспективы компании. На возможное перемирие котировки алмазодобывающего гиганта отреагируют, безусловно, позитивно. Однако важно помнить, что долгосрочный потенциал бизнеса остается в руках менеджмента и макроэкономической конъюнктуры. Друзья, важно в очередной раз отметить, что большинство рассмотренных сегодня компаний имеют немало проблем с учетом текущих вводных. Могут быть интересны только в полной мере осознающим риски инвесторам. Если вы планируете делать ставку на скорое завершение конфликта и частичное снятие санкций, вы должны понимать, что во многом это игра в казино, а значит и объем выделяемых под подобную деятельность средств должен быть строго ограничен. Если вы осознаете риски, то оптимальные точки входа по всем компаниям из видео мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, а также посмотреть наши предыдущие видео. И напоминаю вам, что у нас есть еще ютуб-канал по крипте. Все ссылки в описании.